Здравствуйте, коллеги! Слышно меня, да? Уважаемые коллеги, добрый день! Рада приветствовать вас на столь представительном мероприятии и хочу в первую очередь поблагодарить организаторов Международной сетевой научно-практической конференции за предоставленную возможность поделиться практическим опытом организации мониторинга в системе повышения квалификации Республики Казахстан. Разрешите представиться. Я являюсь заместителем директора по учебно-методической работе в работе филиала акционерного общества Национальный центр повышения квалификации УРЛЕУ Институт повышения квалификации педагогических работников по Карагандинской области. Опыт работы представлен на слайде. Я работала в системе вузовского и школьного образования. И с 2013 года работаю в системе повышения квалификации. В 2014-2015 годах возглавляла отдел мониторинга и анализа в нашем институте. Также являюсь тренером по программам повышения квалификации учителей русского языка и литературы. И научным консультантом, разработчиком учебно-методического комплекса по русскому языку для школ с казахским языком обучения. Это чтобы представить область моих профессиональных интересов еще. Если говорить о структуре, о нашей системе повышения квалификации Республики Казахстан, то на данный момент он представляет собой вот очень такую большую организацию «Национальный центр повышения квалификации». Он был создан постановлением правительства Республики Казахстан в 2012 году и объединил в себе Республиканский институт повышения квалификации руководящих кадров и институтов повышения квалификации педагогических работников 14 областей и городов Астаны и Алматы. Таким образом, сегодня наше акционерное общество объединяет 17 филиалов. Организация национального центра «Урлео» была связана с необходимостью системной и последовательной реализации в регионах Республики приоритетов государственной политики в области повышения квалификации учителей в условиях обновления содержания образования. Была задана своего рода стратегическая матрица деятельности филиалов, в которой определены приоритеты, результаты, критерии оценки работы коллектива. Филиалы получили значительные организационные, социальные, материально-технические ресурсы, которые должны способствовать качественной реализации программ повышения квалификации педагогов. Уважаемые коллеги, сейчас система образования Республики Казахстан, особенно школьная система, переживает большой этап модернизации, обновления. И обновление прежде всего касается содержания образования. И естественно, для того, чтобы такие качественные изменения прошли эффективно, прежде всего нужно подготовить учителя и переучивать их, получать какое-то дополнительное вузовское образование. Естественно, сейчас это не представляется возможным, поэтому основная нагрузка по подготовке педагогических кадров школьного образования, она легла на плечи именно работников системы повышения квалификации. Подготовить учителя к инновационным изменениям, к той ситуации изменения, которая происходит в школе. И для этого разрабатываются образовательные программы повышения квалификации педагогических работников разными организациями, но в основном в рамках государственного заказа. Нынешняя система повышения квалификации УРЛЕЛ – это прежде всего единые по всей стране подходы к составе и структуре курсов повышения квалификации, что и определило качественно новый уровень содержания учебных программ, в основе которых не субъективное видение механизмов и инструментов изменений, а государственные приоритеты модернизации школы и образования в целом. До создания акционерного общества УРЛЕЛ повышением квалификации педагогических работников в основном занимались областные институты, которые сами разрабатывали программы, сами утверждали. Сейчас процедура разработки и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации, коллеги, она изменилась. Как я уже только что указала, эти программы должны соответствовать государственным требованиям. Образовательные программы повышения квалификации, они утверждаются в Министерстве образования, регистрируются в Министерстве юстиции и, соответственно, с этим повысились требования как к содержанию, так и к подходам, через которые реализуется содержание этих программ. Филиал акционерного общества Национальный центр повышения квалификации Институт повышения квалификации педагогических работников по Карагандинской области основанной на базе Областного института усовершенствования учителей в 2018 году отметит свое 70-летие. Это один из старейших и крупных институтов в республике. В период, вот за этот пятилетний период, в 2012-2017 годы, через различные программы повысили квалификацию 30 320 педагогов дополнительного, дошкольного, школьного, технического и профессионального образования региона. На протяжении пяти лет институт является лидером в системе повышения квалификации. В начале 2017 года институт наш получил сертификат в соответствии менеджмента качеству услуг по повышению квалификации педагогических работников. Наш институт осуществляет свою деятельность в системе государственных требований к организации программ повышения квалификации, образовательного процесса курсов повышения квалификации и поддержки педагогов в посткурсовой период. Едиными являются именно на государственном уровне и требования к оценке качества повышения квалификации. Вот этот вопрос как раз измерение качества образовательного процесса, предоставляемых услуг в системе повышения квалификации, качество преподавания, содержания курсов. Он как раз мониторен, как проводится измерение всего этого качества процесса и является предметом сегодняшнего нашего разговора. Итак, нам очень важно представляется вопрос, как управлять качеством образовательного процесса в системе повышения квалификации педагогических работников. Как известно, любая система управления качеством должна иметь адекватную поддержку посредством мониторинга, как процесса сборки, сбора, обработки и передачи информации. В научной литературе отмечается, что измерение качества в системе повышения квалификации педагогов вызывает определенные трудности. Коллеги, согласитесь, и они прежде всего связаны с особенностями данной образовательной среды, с системой. Среди них выделяются такие, как специфика слушателей, то есть обучающихся, имеющих профессиональное образование, опыт работы, какие-то возрастные уже особенности. И особенность требований, которые предъявляются к реализации учебных программ, к организации учебного процесса. Мне хочется указать на такой вызов внешней среды, которым нужно соответствовать быстро меняющийся мир, содержание образования. Оно влечет за собой и изменения в самом содержании учебных программ, в структуре, в форме. Те формы краткосрочных курсов двухнедельные, которые существовали до организации УРЛЕО, они сейчас сменились самыми разными формами состава. Состав курсов изменился. Это длительные курсы, например, по языковым предметам, четырехнедельные. Вот сейчас у нас реализуются курсы предметно-языковые, на которых обучаются учителя физики, химии, биологии, информатики. Они повышают уровень знания английского языка и изучают методику КЛИУ, интегрированное обучение предмету языку. Это очень длительный курс. Три с половиной месяца обучаются студенты и издают два экзамена университета Кембридж по языку и по методике КЛИУ, ТИКИ-ТИКЛИУ. Вот сейчас как раз в эти дни у нас завершается этот курс, и на предстоящей неделе наши слушатели будут сдавать два этих сложных экзамена. Кроме того, у нас реализуются дистанционные курсы, курсы для разных категорий, и все вот это содержание должны знать наши тренеры и реализовывать вот в разных формах. Часть курсов у нас реализуются на выезде, не в самом институте. Мы выезжаем в регионы нашей области. Вот это вызовы современной среды, которая внешне нас окружает, и она тоже налагает определенные трудности на организацию самого процесса и на проведение мониторинга. Итак, как оценить качество образовательного процесса в системе повышения квалификации, как мы к этому подходим. Хочется обратить ваше внимание, коллеги, что эксперты называют следующие параметры качества повышения квалификации. Что мы должны оценивать? Прежде всего, это качество организации образовательной среды. Сюда мы относим финансирование, нормативно-правовое обеспечение, санитарно-гигиенические условия образовательного процесса, морально-психологические условия. Вот это нужно организовать. Далее, содержательный аспект курсов повышения квалификации. Сюда относится уровень профессорско-преподавательского состава учреждений повышения квалификации, уровень подготовленности слушателей-педагогов, обучающихся в учреждениях повышения квалификации. Причем в данном случае каждой группе субъектов предъявляются еще и свои отдельные параметры и критерии оценки деятельности. Это зависит от категории слушателей. Например, для того, чтобы оценить уровень подготовленности педагога дошкольной организации, или это будет преподаватель из колледжа, естественно, критерии там будут совершенно другие. Следующий параметр – это достижение поставленных целей. Далее удовлетворенность слушателей, оценка качества курсов администрации и судопожения квалификации. Вот по этим параметрам мы оцениваем по рекомендации экспертов, мы приняли их сведения, и на основе этого уже формируется определенный оценочный инструмент. Признавая необходимость измерения качества всех приведенных параметров, полагаем, что мониторинговая оценка качества курсовой подготовки должна включать в себя лишь те параметры качества повышения квалификации, которые можно реально оценить в существующих условиях и те параметры, на которые можно влиять, учитывая полученную в ходе мониторинга информацию. И в этом случае под качеством курсовой подготовки мы понимаем соответствие образовательных результатов потребностям участников педагогического процесса, социума и государства. Акционерным обществом Национальный центр повышения квалификации УРЛЕУ на основе изучения международного и отечественного опыта разработаны нормативные документы и едины для всех филиалов диагностических инструментарий мониторинговых исследований, определены области исследования и технологии проведения. Как я уже говорила, само акционерное общество было сформировано в 2012 году, но отделы мониторингов, мониторинговых исследований, они называются отделы мониторинга и анализа, были созданы в 2013 году. Весь этот период с 2012 по 2013 год изучался международный опыт, разрабатывался инструментарий на основе изучения этого опыта, были наработки и в системе отечественной повышения квалификации, и вкупе этот опыт позволил создать, на наш взгляд, достаточно оптимальный в данных условиях инструментарий для измерения оценки качества образовательного процесса в системе повышения квалификации. Итак, мониторинг системы повышения квалификации педагогических работников в нашем филиале предполагает постоянное слежение за состоянием качества курсовой подготовки и послекурсовой деятельности. Мониторинговые исследования обеспечивают профессорско-преподавательский состав и администрацию института обязательным минимум информации о состоянии и развитии тех процессов, за качества которых они отвечают и которыми управляют. При этом информация должна быть максимально полной по объему и содержанию, объективной, конкретной и наблюдаться в динамике. Вот это все должен обеспечить отдел мониторинга и анализа. Они занимаются процессом отслеживания, обработки информации и предоставления ее всем заинтересованным лицам. Далее, основная цель мониторинга, на наш взгляд, это организация оценки качества реализации преподавателями образовательных программ повышения квалификации. В основу организуемого нами мониторинга в основе лежат следующие основные принципы. Это систематичность процедур мониторинга, объективность и полнота информации о ходе и итогах мониторинга, далее, направленность мониторинга на самосовершенствование преподавателя и повышение уровня образовательного процесса в институте. Кроме того, нужно обратить внимание на такой момент, как вовлечение слушателей в процедуры мониторинга. Это осуществляется тоже через определенные этапы технологии мониторинга, когда слушатель оценивает через анкету качество образовательной среды, качество преподавания, качество организации, в целом качество всех услуг, которые были предоставлены ему учреждением повышения квалификации. Для выполнения работ по изучению и оценке качества краткосрочных курсов повышения квалификации Карагандинским институтом разработан внутренний нормативный документ, он называется «Порядок мониторинга качества краткосрочных курсов повышения квалификации». Этот документ определяет последовательность действий мониторинговых процедур, в нем указаны этапы и процедуры мониторинга, последовательность основных видов измерительных работ, сроки их исполнения и предоставление аналитической информации с координированным действием ответственных лиц. Как вы понимаете, сам процесс осуществления курса повышения квалификации, он очень многоаспектный. В нем задействованы разные отделы. Отдел академический в нашем институте, он организует курсы. Отдел информационных технологий обеспечивает вот этот медийный информационный блок. Отдел методического обеспечения курирует вопросы качества образовательных программ и учебно-методического комплекса. И уже кафедры, они реализуют сами курсы. И на каждом этапе у ответственных лиц есть свои задачи по обеспечению качества. И именно вот эти аспекты реализации курсов оцениваются в анкете, которую заполняет слушатель. Диагностическая методика предполагает исходные и итоговые замеры, которые проводятся в первый и предпоследний день курса, соответственно, анкетирования и тестирования слушателей. В нашем институте входная и выходная диагностика производится в электронном режиме. Электронный формат обеспечивает оперативность предоставления преподавателям института информации о качественном составе каждой группы слушателей, предпочитаемых формах обучения, типичных профессиональных затруднениях педагогов и их образовательных потребностях. Анкета выстроена таким образом, что на все эти вопросы отвечает слушатель, который зачислен на курсы. И в течение первого дня эта анкета обрабатывается сотрудником отдела мониторинга и анализа. И уже на второй день курсов координатор курса, тренеры, которые задействованы в реализации именно этой образовательной программы, они получают полную информацию, каков состав курсов этой группы, сколько представителей даже по регионам. Это тоже немаловажно, потому что сельские педагоги нуждаются в большей поддержке курсов. И мы видим, например, каков уровень владения информационно-коммуникационными технологиями, какие у них есть образовательные потребности, в каких формах работы больше заинтересованы слушатели. И все это помогает далее адаптировать содержание курса под потребности слушателей, изменить формы обучения, не меняя саму программу, потому что, естественно, содержание там вряд ли так быстро можно менять. И здесь, исходя из потребностей служителей, адаптируются элементы программы и формы работы со слушателями. Данной информации следует отметить, вот именно что такое этап мониторинга в системе повышения квалификации до создания ОРЛЕО отсутствовал. Как я уже говорила, в областных институтах до создания ОРЛЕО были тоже мониторинговые исследования, но они в основном оставались на уровне фиксации результатов и дальнейших действий по использованию этой информации почти не осуществлялось. Теперь уже в условиях организации именно национального центра система мониторинга и изменилась, и оперативность предоставления информации, она дает возможность преподавателям института оперативно реагировать на образовательные потребности и слушателей наших курсов. Ценность организуемого мониторинга на основе заявленных выше принципов видится в том, что он позволяет нам не только фиксировать результаты преподавания, но и своевременно вносить коррективы, как указано на слайде, в процесс достижения качества преподавания, а также, это очень важно нам представляется, прогнозировать развитие деятельности кафедр, отделов по дальнейшему повышению уровня образовательного процесса организации. Таким образом, основное содержание мониторинга выражается в триаде действий – фиксация, корректировка, прогнозирование развития. Мониторинг мы рассматриваем ресурсом управления деятельностью коллектива по обеспечению высокого уровня конкуренции в регионе на образовательные услуги для карагандинских филиалов. Укажу в связи с этим, что в Карагандинской области для педагогов, кроме нашего института, активно организуют курсы повышения квалификации учебно-методический центр управления образованием областного, центр педагогического мастерства. Это очень крупная структура, она входит в автономную организацию образования Назарбаев интеллектуальной школы. Кроме них повышением квалификации занимаются вузы в городе Караганде, колледжи и частные образовательные центры. Поэтому для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы используем мониторинг как средство, как ресурс управления качеством предоставляемых нами услуг. И, соответственно, вот этим риском для того, чтобы прогнозировать возможные риски в организации проведения курса повышения квалификации, нами был внедрен ряд регламентов и процедур, как комплекс превентивных мер по обеспечению качества курса повышения квалификации, в том числе, вот они представлены на слайде, нами был разработан порядок, я уже указывала на этот документ, мониторинга качества курса повышения квалификации педагогических работников. Этот документ представляет собой регламент, который направлен на алгоритмизацию процедур оценки качества краткосрочных курсов повышения квалификации, других курсов, которые сейчас реализуются в системе повышения квалификации. И мы, коллеги, все знаем о том, что когда процедура имеет четкий алгоритм, когда она имеет форму технологии, то, естественно, можно прогнозировать ожидаемый результат. Далее, для повышения качества реализуемых нами курсов мы создаем рабочие группы в соответствии с ключевыми направлениями развития образования Республики Казахстан. Например, рабочая группа, которая курирует курсы для работников дошкольного образования, или же рабочая группа, которая курирует дистанционные курсы, или же те же самые предметно-языковые курсы. На что направлена деятельность таких групп? Прежде всего, на координацию методических ресурсов через поддержку преподавателей и специалистами в определенном направлении образования. И еще один момент, который мы считаем очень важным, это процедура открытой защиты учебно-методического комплекса курса. Она проводится за несколько дней до курсов и реализуется через семинар, на котором координатор курса, тренеры, которые здесь задействованы, разработчики прежде всего учебно-методического комплекса, они защищают следующие позиции. На чем основан отбор содержания курса? Какова логика структуры содержания? На что направлено содержание? То есть, какие практические навыки получат наши слушатели по завершению обучения? Далее, оптимальность распределения материала по видам учебных занятий. Лекции, тренинги, семинары, выездные практические занятия и так далее. Далее, обосновывается подбор стратегии активного преподавания, как будет реализовываться дифференциация обучения, потому что слушатели курсов, они разнородны по возрасту, по подготовленности, по категориям, то есть по уровню профессионального мастерства. И, естественно, с учетом этого и обучение должно быть дифференцированным. Далее, описывается и обосновывается круг источников учебной, методической и научной литературы, необходимой для освоения курса. Эта открытая защита позволяет выявить возможные затруднения педагогов при реализации курса, при отборе форм, методов работы, вносятся предложения по улучшению учебно-методического комплекса. Коллеги, я хочу обратить внимание, что вносить изменения в образовательные программы курсов представляется достаточно сложным, потому что большая часть образовательных программ, курсов повышения квалификации, которые мы сейчас реализуем, они разрабатываются сторонними организациями, утверждаются, как я уже говорила, министром образования. Поэтому тот учебно-тематический план, который является составной частью образовательной программы, мы менять не можем. Но вот каким образом мы это будем осуществлять, это мы можем сделать именно через учебно-методический комплекс, через формы, методы работы, через стратегии обучения, поэтому здесь очень многое зависит от уровня подготовленности тренера, который будет проводить занятия. Теперь разрешите коротко изложить основное содержание мониторинга в заявленной высшей триаде – это фиксация, корректировка и прогнозирование развития. Первый этап – это фиксация, это тот момент, с которого начинается мониторинг, и на этом этапе осуществляется своего рода срез качества организации образовательного процесса, реализации преподавателям образовательной программы курса. Констатация имеющегося состояния преподавания фиксируется на трех уровнях – слушатель, профессиональное сообщество и преподаватель. Итак, по уровню слушатель осуществляется анализ анкет педагогов выполнения слушателями тестовых заданий. Как я уже говорила, это этап входного диагностирования и выходного через анкеты и тесты. Далее анализируются результаты квалификационных экзаменов и изучается активность педагогов по курсовой деятельности. Все – это уровень слушателя. Я хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, на вот этот момент результатов, когда анализируются результаты квалификационных экзаменов. Основная часть, вот именно особенно в этом году, в 2017 году, курсов, которые мы реализуем, разработчиками этих курсов являются, как я уже указывала, сторонние организации. Поэтому здесь подключается еще и этап внешнего оценивания. Кроме того, что проводим мы выходное тестирование, кроме того, что учителя защищают проекты по завершению курсов, не на всех курсах на краткосрочных, но тем не менее есть и такой этап, сам преподаватель участвует в оценивании качества курсов. Но еще важным является и квалификационный экзамен, который может проходить как в форме теста, который не мы контролируем, не мы проводим, это сторонняя организация. Еще один вид выходного оценивания, который проводят разработчики образовательных программ, это защита краткосрочного плана урока для учителей-предметников, это микропреподавание и другие формы, на которых я немного позже остановлюсь. Далее. Необходимо отметить, что при проведении выходного анкетирования гарантируется анонимность респондента, что создает условия для объективного выражения мнения и оценивания. Слушатели оценивают по 10-бальной шкале содержание курса, качество преподавания, организацию работы и уровень ресурсного обеспечения. Для каждого из этих блоков разработаны критерии оценивания. С 2013 года в системе повышения квалификации проводится еще оценка прогресса, успешности освоения слушателями программ повышения квалификации посредством сравнения результатов входного и выходного тестирования. То есть с каким багажом знаний, умений пришел слушатель на наши курсы и изменился ли этот уровень по завершению обучения. анализ прогресса успешности освоения содержания учебных программ в 2017 году составляет 34,2%, что указывает на оптимальный уровень результативности обучения педагогов и ее положительную динамику. Одним из методов диагностики результатов качества курсовой подготовки является разработка и защита слушателями проектов. В программе курса повышения квалификации предусмотрено задание для самостоятельной работы слушателей на систематизацию знаний и развитие исследовательских навыков. В проекте, в проектной работе оцениваются аналитические и проектировочные навыки слушателей, а также их умение определять пути решения профессиональных проблем. Следующий уровень – это уровень профессионального сообщества. Сюда мы относим администрацию института, заведующих кафедрами, начальников отделов, коллег по кафедре, тренеров центроуровневых программ. Есть у нас еще такая структура. И это осуществляется через включенное-невключенное наблюдение и анализ на основе карты оценивания качества преподавания. То есть все работники нашего института имеют возможность посещать занятия на курсах повышения квалификации. И чтобы это посещение было эффективным, чтобы результаты затем можно было использовать для улучшения качества преподавания, разработана нами карта оценивания качества преподавания. Качество преподавания и эта карта заполняется и предоставляется в отдел методического обеспечения. По уровню преподавателя осуществляется самооценивание. Особенностью этапа фиксации является наличие внешней оценки качества обучения на курсах повышения квалификации. Это связано с тем, что разработчиками части образовательных программ, как я уже указывал, являются сторонние организации, которые сами или через свои ведомственные структуры производят оценивание результатов образовательных действий педагогов на курсах повышения квалификации. Так, внешнее оценивание осуществляется в различных формах. Вот на этом слайде представлены программы и содержание оценки качества. Обратите внимание, что программы, которые реализуются институтом повышения квалификации, большая их часть разработчиками является сторонняя организация. Например, программа «Эффективное обучение» разработана Центром педагогического мастерства, акционерно-автономной организации образования, разработав интеллектуальные школы. И это осуществляется через внешнее оценивание в форме квалификационного экзамена. Тесты разработаны указанной организацией при содействии университета Кембридж, проводятся не на базе института, никак на результаты этого экзамена институт повлиять не может, но мы не заинтересованы в этом. Поэтому я думаю, что вот такая форма оценки, она позволяет точно определить, насколько качественно были реализованы курсы. Таким же образом осуществляется оценивание на курсах повышения квалификации в рамках обновления содержания образования. Это большой процесс, который сейчас запущен с прошлого года. Первые классы перешли в этом году, вторые, третьи, пятые, седьмые классы подключились. И вот поэтапный переход, он требует подготовленного учителя, и именно на это направлены курсы в рамках обновления содержания образования. Этот курс завершается защитой краткосрочного плана урока. Это процедура, которая реализуется через микропреподавание, этому обучают на курсах повышения квалификации. И каждый учитель в соответствии с новым содержанием, он разрабатывает краткосрочный план урока или попросту говоря, поурочный план, который представляет на итоговой защите. Далее мы реализуем еще одну программу, которая разработана Институтом гармоничного развития человека. Это Национальный центр БУБЕК по программе самопознания. Конечный итог, конечное оценивание реализуется через устный экзамен, через презентацию урока и анкетирование, которое осуществляется уже нашим институтом. Далее программа предметно-языковых курсов, я уже об этом говорила, через два экзамена осуществляется, тоже внешнее оценивание, это экзамен FCE языковой и экзамен по методике КЛИЛ, по методике преподавания предмета на иностранном языке, он осуществляется тоже в форме теста. И также здесь подключается внешнее, внутреннее оценивание, это анкетирование слушателей. И вот совсем небольшая часть, это 18%, тот состав образовательных программ, который разработан нашим акционерным обществом, здесь внешним внутренним оцениванием занимается полностью отдел мониторинга и анализа нашего института. Как вы видите, в большей части курса повышения квалификации оценивание сопровождается обязательными процедурами внутреннего мониторинга. Как важный фактор обеспечения качества преподавания, мы рассматриваем взаимное посещение занятий преподавателями. Системность этой работы берет начало в 2014 году, создание при методическом совете института секции по контролю качества преподавания. Секция формировала комплексную оценку профессионального прогресса преподавателей с учетом коллективного обсуждения результатов взаимопосхищений и видеолекции преподавателей. Однако особенность организации графика курса в 2017 году не позволила в полной мере реализовать потенциал этой инновации. Вместе с тем, нам видится, что такая системная работа по оцениванию качества состояния преподавания позволяет говорить о структуризации процедур, обеспечении ясности и прозрачности их проведения. В целом, проводимая работа способствует поддержке политики института по формированию новых вызовов в профессорско-преподавательском составе института, корпоративной ответственности. Так, по итогам оценивания, нами был сформулирован вывод о недостаточном уровне методологической культуры разработки тестовых заданий в программе курса повышения квалификации. Вот в этом аспекте нам предстоит работа. Далее, следующий этап – это корректировка. Основное содержание второго этапа мониторинга корректировка – это реализация профессиональных действий на основе анализа полученных результатов оценивания. В институте работа организована так, что анализ профессиональным сообществом деятельности преподавателя кафедры позволяет с одной стороны наблюдателю развить навыки эксперта, а с другой стороны получить объективную картину оценки уровня преподавания тем или иным педагогам. Каждая позиция оценивания, вывод становится предметом серьезного обсуждения в коллективе, что произошло, каким образом было реализовано содержание. Если есть какие-то проблемы, то выясняются причины, принимаются решения для исправления ситуации, распространения опыта и так далее. После каждого посещения занятия проходит индивидуальное обсуждение, выявляются наиболее типичные проблемные зоны, которые затем обобщаются, классифицируются и формулируются предложения. Системные предложения по улучшению качества преподавания как важный ресурс управления оперативно обсуждается на семинарах, публикуются по локальной сети для использования сотрудниками института. Результаты могут выражаться в выработке рекомендаций по содержанию курса, выработке рекомендаций по методике реализации содержания курса, по выработке рекомендаций по планированию индивидуальных образовательных траекторий развития тренеров, по организации наставничества. Уважаемые коллеги, с созданием акционерного общества Национальный центр повышения квалификации УРЛЕУ впервые в казахстанской системе повышения квалификаций на основе выходной диагностики выявляется уровень удовлетворенности слушателей содержанием и организации курса повышения квалификации. При этом параметры оценки отражают именно те компоненты курсовой подготовки, которыми реально можно управлять в рамках системы повышения квалификаций. Сегодня уже можно сказать, что перечисленные меры позволили обеспечить высокий уровень готовности профессорско-преподавательского состава к реализации программ курса. Так, согласно материалам отдела мониторинга и анализа института, качество краткосрочных курсов повышения квалификации в 2016 году составило 9,94 баллов из 10 возможных, напротив 9,58 баллов в 2014 году. Я думаю, это результат той системной работы, которая реализуется институтом по обеспечению качества курсов повышения квалификации. Далее, если говорить о следующем этапе мониторинга, это прогнозирование развития. В связи с этим необходимо указать, что на данном этапе мы реализуем программу развития филиала на 2017-2019 годы. И вот в аспекте реализации данной программы этап прогнозирования результат развития рассматривается нами как формат выстраивания перспективных целей управления институтом, задач кафедрам и отделам для реализации основной миссии организации поддержки профессионального развития педагогов в нашей области. В первую очередь через курсовую работу. Но при этом мы не забываем о том, что далее во время уже после курсовой деятельности тоже можно наблюдать за деятельностью педагога. Так называемый эффект отсроченный. Насколько повлияло содержание курса на изменение практики преподавания, на использование ими тех знаний, навыков, которые они получили за время обучения в нашем институте. И мы можем сформулировать кредо нашего института следующим образом. Истинная профессиональная поддержка не заканчивается на курсах. Опираясь на результаты оценки качества реализации курса повышения квалификации в 2017 году, уже мы имеем возможность подводить итоги этого года. Результаты и основные итоги организовано в текущем году мониторинга качества работы преподавателей. К числу прогнозных объектов управления в контексте темы выступления будут относиться. Это повышение квалификации тренеров, это образовательные потребности слушателей, проектирование образовательных программ, проектирование посткурсовых мероприятий, проектирование прикладных научных исследований. Для повышения качества профессионального развития учителей будет запущено мобильное приложение УРЛЕУ, сейчас оно находится в разработке, направленное на обеспечение оперативной обратной связи с педагогами Карагандинской области, прошедшими курсы повышения квалификации в филиале. Для мониторинга их курсовой и посткурсовой деятельности обмена организационной, научной и методической информацией, текстовой, графической, аудио и видео. Качество новой характеристики систем повышения квалификации УРЛЕУ по праву относится позиция включения в программы курсов содержания, направлено на мотивацию учителя к инновационной деятельности уже в посткурсовой период. Это вот особенный момент, на который мы обращаем внимание, мониторинг посткурсовой деятельности педагогов. Нами разработано три вида социологических опросов и один мониторинговое исследование, которые направлены на анализ, на изучение посткурсовой деятельности. Это вот новое направление и цель мониторинга после курсовой профессиональной деятельности изучение мнений педагогов, руководителей организации образования об уровне эффективности курсовой подготовки для дальнейшего совершенствования предоставляемых образовательных услуг. В данном случае эффективность понимается нами, как наличие позитивных изменений в деятельности педагогов после курса В данных мониторинговых исследованиях участвуют четыре категории респондентов. Это учителя, прошедшие курсы повышения квалификации, члены администрации организации образования, в которых работают учителя, учащиеся и родители. Все полученные результаты оценки качества образовательной деятельности являются основой для составления рейтинга тренеров курсов повышения квалификации. И индекс этого рейтинга учитывается руководством института при распределении преподавательской нагрузки на следующий учебный год, направления на различные стажировки, в том числе зарубежные, рекомендации на издание методической литературы, осуществление наставничества и так далее. Таким образом, в системе повышения квалификации педагогических работников мониторинг представляет собой технологию, выполняющую в управлении качество, констатирующую, корректирующую и прогностическую функции. Итак, эффективность мониторинга качества курсовой подготовки в системе повышения квалификации способствует осуществлению следующего. Конкретизированы сущность и структура качества курсовой подготовки педагогов, разработан критериально-оценочный комплекс мониторинга, выявлены особенности управления качеством курсовой подготовки в системе повышения квалификации педагогов. И разработана, осуществлена модель технологии мониторинга качества курсовой подготовки в системе повышения квалификации. Уважаемые коллеги, огромное спасибо вам за то, что выслушали меня, наш представленный опыт, организация мониторинга в системе повышения квалификации в Республике Казахстан. И мы были бы рады сотрудничать с вами в следующих сферах. Прежде всего, это менеджмент в системе среднего образования и в системе повышения квалификации. Здесь вы можете учитывать то, что нами разработана, издана монография управления инновационными процессами в условиях развития системы образования. Автором является Муканова Савлеш Демкешна, директор нашего филиала, доктор педагогических наук, профессор. Для повышения качества управления нами разработана система фасетов, которые регламентируют образовательную деятельность. На эту систему фасетов нами получено авторское свидетельство. В 2017 году нашим институтом проведен цикл семинаров для заместителей филиалов школы эффективного руководителя создания смарт-команды. Кроме того, мы имеем сертификат по стандарту качества. И были бы очень рады именно в этой сфере поделиться своим опытом, приобрести знания об опыте, который реализуется в учреждениях повышения квалификации в ваших странах. Следующая область сотрудничества – это сфера повышения квалификации педагогических работников с учетом того, что у нас имеется опыт разработки и экспертизы образовательных программ и учебно-методических комплексов очно-дистанционных курсов повышения квалификации для разных категорий педагогических работников дошкольного и школьного образования. Кроме того, мы имеем опыт организации и проведения очно-дистанционных курсов, длительных, краткосрочных курсов, опыт организации проведения мониторинговых и социологических исследований качества курсовой и посткурсовой деятельности педагога. И, естественно, для того, чтобы улучшить это качество, мы бы с удовольствием хотели бы с вами сотрудничать, чтобы использовать и ваш опыт, внедрить его в нашу систему повышения квалификации. И заключительная, еще одна сфера сотрудничества, это сфера профессионального и личностного развития тренеров в курсах повышения квалификации. Что при этом можно учитывать? В нами разработана концепция профессионального развития педагога, система повышения квалификации, на которую также получено авторское свидетельство. Основные аспекты, на которые мы сделали упор при разработке концепции, это развитие наших педагогов как лидеров, которые умеют работать в команде, как экспертов, которые оценивают не только качество преподавания, но и оценивают различного рода методические разработки, различного рода документы, которые направляются нам из Министерства образования. Далее, и следующий аспект развития педагога, систем повышения квалификации, каким он является методистом. Далее, опыт проведения тренингов и семинаров личного основороста, они реализуются нами для того, чтобы развивать постоянно в профессиональном личностном плане наших тренеров. Мы уже традиционно четвертый год в этом году проводим олимпиаду для профессорского преподавательского состава и тренеров Института повышения квалификации первой среди равных. На следующий год нами запланировано проведение этой олимпиады между филиалами, то есть на уровне республики. И у нас имеется большой опыт повышения квалификации наших тренеров за рубежом, в частности, за эти пять лет существования УРЛЕО. Наши тренеры выезжали на различные стажировки в те страны, которые указаны на этом сайте. Мы открыты для сотрудничества, мы готовы делиться своим опытом, если он будет вам интересен, и с огромным интересом будем изучать опыт ваших организаций. На данном слайде представлены наши координаты. Огромное спасибо, коллеги, за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за оценку, Анна. И я хочу ответить на вопрос Сусанны. Сфера высшего образования, программы для работников вузовской сферы реализуются в одном филиале. Это Республиканский институт повышения квалификации. Он находится в городе Алма-Ате, и вузовские работники или дистанционно, или очно повышают квалификацию в этом филиале. Николай Михайлович, спасибо за вопрос. Нет, все наши преподаватели или тренеры являются штатными. Но в связи с тем, что мы являемся акционерным обществом, наши тренеры и преподаватели могут ездить на курсы в другие филиалы, если там недостаточно именно курс тренера, например, по английскому языку, или по русскому, или по другим каким-то, для других категорий. Вот тогда мы обмениваемся тренерами. Спасибо. Спасибо, Светлана, Анна. Спасибо. Коллеги, вот мы впервые на такой представительный суд оценку выносим наш опыт. В основном мы реализуем весь наш опыт, делимся им в рамках нашей республики. И поэтому ваше мнение для меня очень ценно. Спасибо за внимание, за ваши вопросы, за интерес к нашему опыту. Естественно, тот опыт, который представлен, он не является совершенным. Поэтому, если будет возможность сотрудничества, то, я думаю, она будет для нас очень полезной.